Здравствуйте, дорогие друзья! Есть еще одна замечательная тема, которую задевает наша недельная глава. Знаете, Корах, он был первым реформистом. Он говорил, что да, вот Бог есть, мы же не против, но вот тут вот мы его подправим, тут что-то сделаем по-своему. Если сделать закон более гибким, то все вокруг захотят принять Тору. Но в том-то и дело, что в соответствии с Торой, именно человек должен сам стать более гибким и приспособить себя под закон, а не закон под себя. Вот тут вот все проблемы. Есть еще одна, знаете, тема, когда Бог должен быть в сердце. Я очень много таких людей встречал, вы тоже это встречали. Это начало реформизма. Первый, кто сказал это, сказал Мендельсон. Мендельсон, основатель, сказал, что Бог в сердце, это все хорошо. Радиш Нерсон объяснял такую вещь. Корах, несомненно, был отцом такой вот доктрины, внутренняя не нуждается во внешнем. То есть я вот там еврей в душе, законы, которые даны Богом, это не имеет значения. Внуки все Мендельсона крестились, и Германия стала родиной реформизма, а затем еще и родиной рождения нацизма и катастрофы юриста. Так все происходит. Сегодня лозунг Кораха, вот это то, что главное, внутреннее, а не внешнее, это, знаете, желание людей. Никто же не говорит там такое, прямо отрицает, ходит там. Нет, все, Бог, да, есть там, тот Бог, что не мешает. Это называется, в понимании наших мудрецов, сердечный, вот то, что сказал Бог, он у меня в сердце, то есть карманный Бог, да. И вот он ассимилирует человека, потому что, знаете, как удобно, когда у тебя Бог в кармане. Хочешь, вытащил, там, вот я сейчас Богом, не хочешь, я его не вижу, очень комфортно, да. Требуется, достал, не востребовал, вернул в карман. Это система Кораха, и до сих пор сказано не зря, в наших книгах, в Кабале вообще написано, что до сих пор есть место такое в пустыне, куда один там приходит, там есть такая расщелина, там кричит Корах, до сих пор, Мошей, Тора, истина, а мы обманщики. Для чего это нам рассказывают? Ну, если он не прав, там все накажут, все или как-то. Почему он до сих пор кричит? Был такой известный чинчак, рабе Натан Беринбоем. Это великий человек, благословенно уже праведники. Он один из тех, кто вернулся в прошлом веке к Чуи, он был молодым, ассимилированным евреем, он был напарником Теодора Герцля, и был его заместителем в национальном движении, и дал ему вот это название сионизм. Позже, немножко он остыл, когда увидел, что происходит реально, он стал руководителем движения Бунт, светская культура, зажигательные речи, рассказывал там о верующих, что они не годятся там. Он рассказал потом в конце своей жизни потрясающую исповедальную статью от атеиста до верующего. И он говорит, что я всегда говорил, это все, ну какой-то комар у меня в голове, что-то здесь не то. И чем больше я узнавал историю, чем больше расследовал, все это видел свою жизнь, то я понимал, что что-то где-то, он чувствовал руку проведения. И он признался, что так и быть. И вот, тем не менее, его послали в Америку собрать деньги, он собрал большую сумму и вернулся. Огромное собрание в Петербурге, он поднялся на трибуну, и вдруг начал кричать, Маше истина, и Тора истина, а мы обманщики. И вот была дикая буря, но написали мудрецы, да, что вот великий человек, он осветил ему небес в присутствии многих людей, и не постеснялся, вот, дальше он начал накладывать филины и так далее, учил вот эти книжи, и, понимаете, в чем дело, что здесь никогда не поздно не работает. Здесь, скорее, вот человек, который был основой камнем, там, против, стал камнем за. И, знаете, когда его потом спросили, доктор Берегуа, что случилось с вами, вы же такой был, он говорит, море виноват, море, вот, когда меня послали в Америку, говорит, я был отдален от Бога, от моего Бога, от Бога народа, от Торы, от Запада, и от всего. Но в глубине сердца я чувствовал, что, ну, я не мог признаться, что это правда. Но вот когда я плывал в Америку, как вот мы стояли на палубе, да, и я посмотрел на море, на его просторы, и вот стало сердце биться, я начал думать, я отошел от этого шума, от всего этого, я постоял, постоял, и вот это осознание дало мне возможность, я начал как-то возвращаться и начал задумываться, к чему он рассказывал, это человек, который задумается, если он, не дай Бог, идет на той дороге, он скажет пока еще тихо себе, что Торы это истина, Маше это истина, а вот эти остальные дороги, это дороги к заблуждению. И дай Бог, чтобы это было быстрее. Поэтому все равно Корах проиграет. Брахав нацлахал.